Мы находимся в цикле заболеваний, связанных со строением эритроцита, с его метаболизмом и в частности с заболеванием, связанным с синтезом гемоглобина. Мы дошли до талосемии, сегодня рассмотрим вот эти темы и что же такое талосемия. Ну вообще, если рассматривать заболевания, связанные с нарушением именно синтеза глобина, а глобин – это белковая часть молекулы гемоглобина, значит, вот это все – это гемоглобин, его 3D-структура. Гемоглобин включает в себя 4 гема, вот эти вот 4 кольца, это если посмотреть на картиночку снизу, вот эта вот небелковая часть, и 4 белковых цепи, 2 альфа и 2 бета. Значит, вот раз альфа, напротив нее 2 альфа, раз бета и напротив нее 2 бета. И вот эти две цепи, альфа, бета, их фактически можно рассматривать как демир. И есть заболевание, когда нарушается синтез вот этих вот белковых цепей. В чем это может выражаться? Это может выражаться в снижении количества этой цепи, тогда это будет заболевание называться талосемия, потому что снижение синтеза одной цепи влечет за собой увеличение синтеза других нормальных цепей. Но в то же время есть и заболевание, когда какая-то мутация происходит, и в результате синтезируется другая аномальная часть глобина, она будет аномальной, соответственно, глобин будет функционировать по-другому. Я хочу напомнить, что гемоглобин взрослого человека в норме на 97%, то есть 97% молекул гемоглобина состоит из 2 альфа, включают 2 альфа и 2 бета глобиновых цепи. Вот эти вот червяки, это глобин. 3% это А2, то есть это 2 цепи альфа и 2 цепи, вместо бета будут 2 цепи дельта. И менее 1% взрослого человека это так называемый фитальный гемоглобин. Это 2 цепи альфа и 2 цепи гамма. И смена вот этого фитального гемоглобина происходит в течение первых 6 месяцев жизни. То есть в норме новорожденной у него будет фитальный гемоглобин преобладать. У взрослого человека уже так называемый гемоглобин А. Итак, вот это вот название гемоглобина А обозначает 2 альфа цепи и 2 бета цепи. И их должно быть больше всего. Теперь непосредственно посмотрим, какие виды талосомии бывают. Бывают так называемые альфа талосомии и бета талосомии. Почему они так называются? А это как раз говорит о снижении синтеза альфа или о снижении синтеза бета цепи. И то и другое это аутосомно-рецессивная мутация заболевания. Здесь привела картинку наследования, типа наследования при аутосомно-рецессивных заболеваниях. То есть для того, чтобы у человека проявилась эта талосомия, у обоих его родителей должен быть этот признак. Так или иначе. Среди альфа талосомии они чаще встречаются в Азии. И там довольно много, несколько видов заболеваний. Они будут варьироваться и по клинике, и по проявлениям. Некоторые несовместимы с жизнью. А бета талосомия довольно распространенное заболевание. И чем это может быть обусловлено? А если мы обратим внимание на молекулу гемоглобина, то мы посмотрим, что в любом случае Альфа, если это гемоглобин А, если это фитальный гемоглобин или А2, в любом случае там есть цепь Альфа. То есть в случае снижения цепи Альфа, организму по сути нечем заменить ее. Вот если будет снижено количество бета цепи, то организм может теоретически увеличить синтез дельта цепей и гамма цепей. То есть у таких больных будет увеличено количество гемоглобина другого типа А2 или фитального. Если разделить бета талосомия по типам, связанным с наследованием, то бывает гомозиготная. В данном случае вот этот вот человек, он является гомозиготой. Так называемая большая талосомия или это заболевание еще называется анемия кули. Специально выписываю всегда истинные названия за тем, чтобы посмотреть на Пабмеди, если кому-то необходима дополнительная информация. И так называемая гетерозиготная малая, то есть когда у человека присутствует один аллель, который изменен. Если рассматривать патогенез заболевания, ну на самом деле для гомозигот и для гетерозигот заболевание будет иметь немножко разный патогенез, но принцип, смысл один и тот же. Значит нарушение синтеза одной из цепей глобина так или иначе приведет к снижению концентрации этого глобина в эритроците. Поэтому у больных наблюдается анемия и гипохромия. Структура этого гемоглобина будет изменена. Каким образом? Как я уже сказала, что если нету одной из цепей, снижен ее синтез, то организм соответственно отвечает повышенным синтезом других цепей. И это приводит к своего рода дисбалансу синтеза цепей. Эти цепи нестабильны и приводят к гемолизу эритроцитов. Гемолиз эритроцитов соответственно усугубляет анемию и приводит к накоплению железа. А большие накопления железа естественно приводят к вторичному гемохроматозу. Кроме того, за счет тяжелой анемии, это гомозигот, будет выражаться чем? Во-первых, усиление всасывания железа, которое опять же в свою очередь будет приводить к вторичному гемохроматозу. Но что очень важно, это организм будет выделять большое количество эритропоэтина за тем, чтобы подстегнуть синтез эритроцитов, их созревание, их выход. Поэтому у таких больных, прямо с детства, с рождения, будет постепенно нарастать гиперплазия костного мозга и будут выявляться костные мальформации. Я их покажу обязательно. Диагностировать эритроцитов довольно легко. Есть так называемый электрофорез. Что такое электрофорез? Это когда в геле, а гель из себя представляет определенную структуру с изменением пор. То есть вот здесь поры более крупные, далее они все меньше и меньше. И поэтому белки с разным зарядом и с разным объемом проходят через этот гель по-разному. Если мы возьмем гемоглобин здорового человека, вот здесь вот норма, да, то у здорового человека будет небольшое количество гемоглобина А2, небольшое количество так называемого фитального, а самая большая часть это будет обычный гемоглобин А. Если же мы берем талосомию, гомозиготную, гетерозиготную, вот это гетерозигота, это гомозигота, если мы обратим внимание, огромное количество фитального гемоглобина, да, фитального, а вот гемоглобина А не будет. Почему? Потому что заменены цепи, бета-цепи синтезируются плохо, поэтому организм, естественно, отвечает тем, что синтезирует эти цепи гамма усиленно, да, и поэтому формируется в большей степени так называемый фитальный гемоглобин. Естественно, что изначально у пациента мы можем увидеть анемию гемолитическую, можем увидеть снижение концентрации гемоглобина в эритроците, гипохромию, и также мы можем увидеть вторичный гемохроматоз при тяжелых талосомиях. Если рассматривать талосомию отдельно, каждую, то, естественно, можно выделить определенные признаки для каждой. Сейчас, ваше внимание, представляю бета-талосомию, или так называемую гомозиготную, или еще называют ее большой, а также называют анемия кули. Что же происходит? Две альфа-цепи и две гамма-цепи – это будет основной преобладающий вид гемоглобина, гемоглобин F. Он будет повышен. Это мы можем определить путем электрофореза. Внимание, это вопрос, это один из вопросов экзаменационных. В одном из билет, одна из задач пациента с анемией будет стоять вопрос, там будет, естественно, подозрение на талосомию, и будет стоять вопрос, как вы будете проводить диагностику. Будет предложен вариант с электрофорезом. Значит, снижение синтеза бета-цепи к чему будет приводить? К тяжелой анемии, к выработке эритропоэтина. Обратите внимание, бета-талосомия – это, бета-талосомия большая, это так называемая гомозиготная, да, когда оба аллеля, вот этих вот измененных, наследует ребенок. И что получается? Заболевание действительно очень ярко протекает. Значит, у таких детей развивается гиперплазия костного мозга. И так как у детей костный мозг вырабатывает не так, как у взрослых, да, у нас сохраняется там в плоских костях, а у детей, в частности, очень сильно развиваются гиперплазия костного мозга, вот лобной доли, скулы. И за счет всего этого происходит изменение черт лица. Вот это вот типичная фотография мальчика с бета-талосомией. Мы видим изменение лобной доли и очень ярко видны изменения скуловые и верхней челюсти. Что мы увидим на рентгенограмме? Так называемый вот этот череп со щеточкой. Это как раз мальформации костей черепа, череп со щетками или же еще херонент и так далее. Также у таких детей будет наблюдаться гепатосплена мегалия. Опять же, это за счет вне костного кроветворения. За счет того, что у ребенка будет наблюдаться гемолитическая анемия, из эритроцитов будет выходить гемоглобин, неконъюгированный, да, и поэтому мы будем видеть гипербилирубиномию, но за счет вот этой вот неконъюгированной фракции. Также можем наблюдать теоричный гемосидероз, как я уже сказала, это и за счет гемолиза, и за счет усиления всасывания железа. Все это так или иначе приводит к нарушению функции органов печени и сердца. Почему? За счет чего? За счет отложения железа, да, за счет гемосидероза. Гемосидероза. Когда будет проявляться это заболевание? Когда у нас фитальный гемоглобин, да, который по идее должен вот этот вот альфа на бета перейти, да, гамма должно замениться на бета. Это в первые вот 6-8 месяцев жизни происходит. По идее он должен замениться, но этого не происходит, потому что синтез бета-цепи нарушен. Поэтому вот начинается вся эта история, проявляется картина. В маске мы можем увидеть гипохромную микроцитарную анемию. Ну, естественно, что анизоцитоз, мишени видные эритроциты, вот они, шизоциты, а также могут быть даже нормобласты. Нормобласт, напомню, это предшественник эритроцита. На электрофорезе большая талосемия или гомозиготная будет выглядеть вот так. За счет увеличения фракции фитального гемоглобина, гемоглобин F. Теперь для сравнения рассмотрим талосемию гетерозиготную или малую. Вот у нас гетерозиготы. Самое интересное, что у таких лиц клиника практически отсутствует. Вот, да, у них будет микроцитоз, небольшое увеличение гемоглобина А2. Это тоже электрофорез, просто здесь это не рисунок, а именно фотография. Так вот он будет выглядеть в геле. Вот это линия старта, вот туда разгоняются, в ту сторону разгоняются белки. И мы видим, что гемоглобина практически одинаковая. А вот гемоглобин А2 чуть-чуть увеличен у больного, вот это вот электрофорез, больного гетерозиготной талосемии. Значит, что такое гемоглобин А2? А это замещение бета-цепей на гамма-цепи. Не гамма-дельта, извиняюсь. Кто такой индекс менсера? Это была железодефицитная анемия. Это некий индекс, который позволяет дифференцировать железодефицитную анемию от бета-талосемии. Почему их надо дифференцировать? Потому что и при той, и при этих заболеваниях мы видим маленькие ретроциты. Маленькие, гипохромные. И как же нам отличить одно заболевание от другого? А вот дело в том, что при железодефицитной анемии и самих эритроцитов за счет нехватки железа, нехватки гемоглобина, эритроцитов будет мало. А при талосемии железа много наоборот. И поэтому эритроциты будут синтезироваться в нормальном количестве. Просто они будут, да, они будут дефективные, маленькие. И это все происходит за счет вот этих измененных цепей. Я даже сохранила те расчеты, которые производила для примера. Значит, что представляет из себя этот индекс? Это отношение среднего объема эритроцита, который и в одном и в другом заболевании снижен, на количество эритроцитов. Вот при талосемии количество эритроцитов будет нормальным. Здесь примеры. В одном случае это железодефицитная анемия, когда количество эритроцитов снижено. Напомню, нормы от 4 до 5,5 я взяла 2,5. Получила цифру 20. 20 больше 13, следовательно, это железодефицитная анемия. И другая ситуация, когда тоже маленькие эритроциты, но их количество не снижено. Мы делим на 5, берем цифру 5, но в норме получаем индекс 10, меньше 13, значит это талосемия. Также существует и альфа-талосемия. На экзамене вас расспрашивать о них не будет, задачи, скорее всего, на это не будет. Но на всякий случай о них знать надо, и возможно, когда-нибудь я сделаю более подробную лекцию. Дело в том, что альфа-талосемия очень сильно варьируется в зависимости от типа. Значит, что происходит? Так как альфа-цепь снижена, то фактически гемоглобин формируется из тетрамеров. Либо это 4 цепи бета, тогда это будет гемоглобин Ашда, либо это 4 цепи гамма, так называемый гемоглобин Барт. И как же лечить такие талосемии? Кроме, на самом деле, аллогенной трансплантации предшественного гематопоэза, эффективного лечения не существует. То есть нам нужно в организм больного, в его костный мозг, подсадить трансплантант нормального гемопоэза, и тогда ребенок не будет обречен. Если же мы не можем на данный момент произвести пересадку мозга, рекомендуют сделать спленоктомию просто для улучшения симптоматики. Естественно, что можно возмещать необходимые эритроциты путем переливания крови. Кроме того, это снизит переливание крови и добавление нормальных эритроцитов, нормального гемоглобина, снизит стимуляцию эритропоэтином. И тогда эти дети не будут иметь этих изменений костных и лицевых. Есть, конечно же, препараты для выведения железа, о которых я уже говорила, хилатирующий, тот же дисферал. Это для лечения уже вторичных проявлений телосомии, такие как гемосидероз. Ну и, наконец, есть еще один хитрый способ, это стимулировать синтез гамма-цепей. Для чего? Для того, чтобы увеличивать долю вот этого фетального гемоглобина. И вот эти препараты, которые здесь названы, азоцидин и гидроксиурея, показано, что они как раз стимулируют синтез и тем самым улучшают состояние больного.